Раз уж я нахожусь на дне, рассказывая про политиков, про рейтинги и все остальное, но вот, находясь на дне, мы выкопаем яму еще глубокую, чтобы ниже этого дна опуститься, и там мы найдем бюллетень, который опубликован сегодня Центральной избирательной комиссией. Причем это была потрясающая вещь совершенно. Они опубликовали бюллетень, и в нем есть кандидаты, которых они еще не зарегистрировали официально. Например, там Собчак. То есть это официально утвержденный бюллетень, в нем Собчак. Все журналисты смотрят и говорят так, «Элла, дорогая Элла Панфилова, вы же еще ее не зарегистрировали!» А ответа нет. Просто еще один пример того, что это постановка, это спектакль, там заранее все известно и заранее все понятно. Единственное, что им нужно, это зрители, люди, которые заполнят этот зал, вот такие дурачки, которые придут и будут во всем этом участвовать, думая, что это реальная жизнь, а это постановка. Ну так бюллетень, который опубликован, давайте взглянем на него. Это потрясающе. Это нечто что-то совершенно фантастическое. То есть, ну вот вы видите, да, может быть, даже те, кто из вас, кто не надели очки и смотрит сейчас на экран, все, наверное, безошибочно угадает, увидит, в какой же строчке находится Владимир Путин. Ну вот, как Владимир Ильич Ленин говорил, с формальной точки зрения, все нормально, по закону, но по факту-то надувательство, ну жульничество, ну очевидный мухлеж сверстали все таким образом, чтобы даже старая бабушка, которая вот, ну вообще ничего не соображает, она быстренько определила, где нужно голосовать. То есть, еще нужно было просто красной чертой обвести, или заранее галочку поставить, или пунктирные линии, или прямо стрелочку поставить сюда. Единственное сравнение, которое просто приходит на ум, ну никакое, сегодня много об этом писали в соцсетях, ну реально, никакого другого сравнения здесь быть не может. Это вот этот замечательный бюллетень с других очень известных избирательных процедур. Это знаменитый бюллетень за референдумы об аннексии Австрии. И вот видите, здесь тоже так ненавязчиво было указано, где вот я и где найн. И вот-вот очень похоже. Прям оттуда все и взято. Я знаю, что это считается плохим тоном, и в любом споре ты автоматически проигрываешь, если ты начинаешь в этот спор там приводить какие-то аналогии с Гитлером, но других аналогий провести невозможно. Ну, господи, такое надувательство. И вопрос один. Ну вы уже выиграли. Вот эти перевыборы уже состоятся. Путину гарантированы 80%, потому что вы выставили таких кандидатов, которые ничего не делают. Ни одного слова против Путина не говорят. Рейтинг его не понижают, не занимаются никакой деятельностью. Как вы видите, жители России не видят никакой агитации. Попробуйте, проведите эксперимент. Найдите самое критическое высказывание вот этих так называемых кандидатов о Путине. Вот самое критическое высказывание будет такое, что Владимир Владимирович плохо подбирает себе окружение. Вот что-то типа этого. Или Владимир Владимирович, конечно, очень долго у власти находится, он должен уйти. Ничего более критического не сказано до сего момента. Вообще ничего нет. И в этой ситуации вы и так выиграли. Ну, конечно же, нужно же бюллетень сделать такой, чтобы прямо было видно. Вот с оттяжечкой такой. Мне кажется, ребята, что только этот бюллетень является причиной того, что нельзя это признавать выборами. И нельзя туда идти. Невозможно туда идти. Ну, какое-то унижение, правда. Но человек, который распишется за получение этого бюллетеня и понесет его, и в любое место поставить галочку, он просто сам себя унизит. Он сам себе скажет, господи, я достоин, чтобы это вот мне плюнули в лицо вот этим всем. Не ходите туда. Это просто абсолютно невозможно.